Добрый день! Компания Коберлайн. Сегодняшний ролик посвящен многоборотной таре, а именно оформлению поступлений, возврата и выкупа в один SRP. В предыдущем ролике мы завели все основные инцидии и сегодня можно оформить поступление тара с помощью этой номинации. Перейдем в раздел закупки. Документы закупки. По команде «Создать» оформим документ приобретения товара по услугу. Выберем поставщика. Я тут сказать, что если ведется учет соглашения, то в соглашении может быть указана информация, касающаяся многоборотной тары. На закладке «Прочие условия» есть так возвращать многоборотную тару через и указывается количество дней, через которые тара должна быть возвращена причем можно указать календарь на этой дне, либо рабочий, а также требуется ли залог за тару. В случае, если эта информация заполнена, то в документе приобретения, либо если это заказ поставщику, на закладке «Дополнительно» автоматически проставляется флаг «Вернуть многоборотную тару» и рассчитывается дата возврата. Также установляется флаг «Требуется залог за тару». В закладке «Товары» давайте выберем ту номенклатуру, которая поставляется в таре. В нашем случае это подшипник. Укажем количество, к примеру, 55 штук. Укажем цену. Далее, если мы попробуем провести документ, программа нам предложит документ дополнить «Дополнить многооборотную тару». Нажмем «Дополнить» и увидим, что программа предлагает нам добавить в документ два ящика. Поскольку наша упаковка содержит 20 штук, и у нас выбрано правило «Предлагать тару только если упаковка заполнена полностью», нам предлагается два ящика. 40 штук едут в упаковке, а 15 лет. Соглашаемся с этим. Поскольку у нас стоит галочка «Указывать залоговую цену», указываем цену тару, к примеру, 1000 рублей. И проводим документ. Давайте оформим еще одно поступление. Выберем соглашение тоже. К примеру, мы можем здесь убрать залог за тару, изменить дату в случае, если это нам необходимо. К примеру, укажем сегодняшнее число для того, чтобы нагляднее посмотреть. Потом выберем нашу номенкулатуру. Укажем 25 штук. Такая же. Также мы можем дополнить тару не только при закрытии документа и его проведении, но по специальной команде «Заполнить», «Дополнить тары». Выходит та же форма подбора тары. Видим, что в данном случае нам программа предлагает добавить в документ один ящик. Соглашаемся с этим. Цену уже можем не указывать, поскольку мы сняли флаг «Требуется залог за тару». Проводим документ. Мы оформили два документа поступления. Теперь давайте перейдем в специальное рабочее место, которое позволяет отслеживать необходимость возврата и выкупа тары. Перейдем в раздел «Закупки». Раздел «Закупки», «Возвраты и выкуп тары». Здесь предусмотрены отборы по поставщику. Давайте выберем нашего поставщика по менеджеру. Далее предусмотрены три вкладки. Это «Принятая возвратная тара», «Возвраты и выкупы тары». «Принятая возвратная тара». Здесь также есть отбор по сроку возврата. Можно выбрать просроченный, непросроченный, стекающий на определенную дату, либо любой срок. Мы видим все документы, которые формировали поступление тары. Красным у нас подсвечено там, где дата возврата тары уже истекла. Указано, есть ли залог за тару. Есть две команды. При нажатии команды «Оформить возврат» формируется документ «Возврат товаров поставщику» с предзаполненными уже реквизитами. Проводим и закрываем его. Таким образом, мы оформили возврат тары и на закладке «Возврат тары» отобразился этот документ. По команде «Оформить выкуп тары» оформляется документ выкупа возврата тары у поставщика, также с предзаполненными реквизитами. Проводим и закрываем. На закладке «Выкуп тары» мы видим сформировавшийся документ. Таким образом, сегодня мы оформили принятие тары, оформление ее возврата и выкупа. Спасибо за внимание! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин